Ночью 2 февраля в ТЭЦ Бишкек произошла авария. Примерно в 4 часа утра город сотряс мощный взрыв. По предварительным данным взорвался 14-й котел отопления. Вода затопила другие котлы, в результате чего часть города, порядка 60 тысяч квартир, осталась без отопления, а весь Бишкек без горячей воды. В 2024 году, 2 февраля, ориентировочно 3 часа ночью, на ТЭЦ Бишкек произошла авария, вследствие чего часть оборудования ТЭЦ города Бишкек приостановлена. Чиновники утверждают, что тепло в полном объеме поступает в роддомы, больницы и госпитали. Школы и детсады перевели на онлайн-обучение. В остальных домах тепло есть, но оно ниже нормы. Полностью отопление обещают подать через 5-7 дней. Учбейш бригадаларда Тахтаевс был основной сварчик тер, наладчик тер. В результате взрыва пострадали 5 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. У них диагностировали 80% ожога кожи. Масштабы взрыва можно оценить по этому фото. Видно, что большинство зданий ТЭЦ разрушены. По словам замминистра МЧС, рассматриваются две версии произошедшего. Первая диверсия, вторая техногенная катастрофа. По выявлению причин этой аварии рассматриваются две версии. По поручению Камчайка-Дрешаевича рассматривается версия диверсии возможной, потому что предварительно были несколько хлопков в 30 ночи. И, конечно, это техногенную тоже составляющую мы не исключаем. Поэтому, возможно, и технические моменты. Взрыв, по данным чиновников, произошел на Старом Блоке. Благодаря новому блоку в части города удалось удержать тепло. Ремонт в Старом Блоке делали буквально в декабре 2023 года. Когда проверяли оборудование, таких опасений, таких ситуаций не было. Это внештатная ситуация получилась, как внезапная авария. А так подготовка шла к зиме в нормальном режиме. Угля было достаточно. Непрерывно подавалось природный газ. Подготовка шла... Как я ранее отметил, оборудование старое. Данный котел был введен в эксплуатацию в 70-х годах. После этого, по мере необходимости, проводились капитальные и текущие ремонты. Последний текущий ремонт был проведен в декабре. И 31 декабря данный котел был введен в работу. В сентябре 2023 года ТЭЦ Бишкек инспектировал лично председатель Кабмина Аклбек Джапаров. И тогда горожан уверили, что зиму ТЭЦ пройдет без происшествий. По мнению независимого эксперта Расулова Миталиева, причиной взрыва мог стать уголь из Казахстана, которым отапливается ТЭЦ. Казахский уголь имеет выход летучих веществ 47-48%. При промышленно сжигании казахского угля котлоагрегат в большом количестве и при огромных нагрузках происходят хлопки. А затем происходит взрыв. Депутат Дастан Бекешев заявил, что пора отходить от практики на глаз проверять стратегические объекты, а необходимо проводить углубленный технический аудит. 14-й котел взорвался, на нем произошла авария. Этот котел был введен в эксплуатацию в 1970-х годах. А его ремонтировали и 31 декабря 2023 года все-таки ввели в строй. И я прекрасно понимаю, что, может быть, денег нет, хотя это тоже большой вопрос, потому что вот кабинет министров собирается покупать кереметбанк за 7 миллиардов сомов. Какой-нибудь котел могли купить. Так вот, технический аудит не просто осмотр на глаз самого ТЭЦ, а технический аудит вам показал, что этого нельзя делать. И специалисты могли бы сказать, что лучше заменить этот котел. Да, может быть, нам это не понравилось бы, но, по крайней мере, видно было бы, что вот здесь может произойти авария. Может произойти. Ситуация под контролем у президента страны Садыра Джапарова и председателя ГКНБ Камчебек Аташиева. Глава Кабмина Аклбек Джапаров срочно прервал свой визит в Алматы, вернулся в Кыргызстан и проводит экстренное заседание Кабмина по ситуации на ТЭЦ Бишкек.